Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает воподом. И сегодня речь пойдёт о повести Павла Беринсевича. Может быть, вы помните его «Носкаверы». Что такое «Носкаверы»? Это великолепная история для ребёнка о моде, о том, как живёт и чем живёт мир моды, о том, как происходят все эти замечательные взбрыкивания, вывихи модные, которые потом у нас выдаются за последний писк. Если у тебя этого нету, то просто вообще ты лох последний. В общем, жизнь твоя не удалась. Там довольно комичный придуман ход. Известный модельер, кутюрье, обратил внимание, что все части нашего тела, от кончиков пальцев до кончиков волос, они уже использованы для создания модных аксессуаров. Без аксессуаров наша жизнь как-то неполна. Нам мало тепло одеваться зимой и легко одеваться летом, нам мало выглядеть опрятно. Мы без аксессуаров вроде как и незадачливо живём, неудачно. И он обратил внимание, что нос остался без внимания. Как же так? Самая заметная часть нашей внешности. Нос. И он придумал чехол на нос, на скавер. Звучит чудовищно, выглядит так же. Но поверьте мне, мода – это очень злая вещь. И вот очень поучительно, очень доступно для детей рассказывается о том, что такое мода. И сейчас Павел Беринсевич, это польский современный автор, рассказывает для детей о не менее актуальной, не менее острой и не менее сложной для обсуждения со старшими теме, такой как «Деньги». Повесть называется «Деньги, денежки, деньжищи». И эти замечательные карты «Деньги-два ствола», если говорить серьёзно, рассказывают для и младшего школьника, и для старшего подростка очень важные вещи о деньгах. Почему такая широкая возрастная адресация у этой книги? Потому что это действительно разговор о предмете, не являющемся нейтральным. Деньги, несмотря на то, что это всего лишь социальный инструмент, придуманный очень давно, существующий во всевозможных видах и входящий в один из кирпичиков, из которых сложен фундамент нашей цивилизации, то есть мы без него просто не можем существовать, при этом деньги не являются нейтральными, как многие другие инструменты. Они всегда пахнут. Они всегда чем-то окрашены. Они не являются сами по себе ни добром, ни злом. Они должны быть без электрического потенциала, без магнитного потенциала, без какого-нибудь другого потенциала. Они должны быть нейтральными. Но это не так. И такие простые вещи, истины, которые являются азбучными для любого нормального взрослого, например, незаработанные деньги – это проклятие. В это сложно поверить. Казалось бы, деньги побеждают зло, как говорит один известный деятель модный. Значит, деньги – это же всегда хорошо. Да неправда. Потому что незаработанные тобой лично деньги принесут тебе несчастье. И это не какая-то там суеверная мракобесная примета, которую вбивают тебе в голову для того, чтобы ты следовал вот этим библейским азбучным истинам и вел себя порядочно. То есть такой не способ социализации. Это действительно факт. Потому что человек, только вкладывая во что-то усилия, только добиваясь чего-то благодаря ценой каких-то усилий, начинает ценить приобретенное. А деньги, которые они ценят – это разрушительный фактор. Потому что они сами по себе вызывают зависть, вызывают негативные эмоции окружающих, вызывают кучу проблем. Короче, богатые тоже плачут, как нам всем известно. И вот до этой простой мысли довольно сложно докопаться. Тем более, когда вокруг столько замечательных способов обогащения. И вот главный герой – Сташик Тандера. Я еще скажу, почему там есть пророк, и почему школьная жизнь, оглавление этой книги – это как раз классы с первого по девятый. Значит, почему школьная жизнь Сташика предваряется довольно-таки криминальной историей. Во-первых, Беринцевич – мастер интриги. И если вы начнете читать, то вам не совсем будет понятно, при чем здесь эта история с Мерседесом, в самом начале в пророке нам рассказанная. Но потом, классу это к девятому, вы уже поймете, что именно он имеет в виду. Два братика, значит, постарше, вот Сташик и Кшисик, значит, Кшисик помладше на два года, значит, они живут в самой обычной семье. Из необычных, пожалуй, только одна деталь – это то, что у них день рождения приходится на один день. Они его справляют вместе. Это не очень удобно, это знает любой родитель двух маленьких детей, потому что зависть, потому что ревность к подаркам, потому что, соответственно, одному подарили, другому не подарили, потому что невозможно держать в центре внимания сразу двоих, и, соответственно, кто-то из них обязательно в определенный момент расплачется, да, вот, и так далее. То есть, ну, куча чисто таких вот педагогических проблем. В остальном абсолютно типичная семья, но у Сташика есть талант. У него есть талант, у него есть фантазия, у него есть энергия, а не хватает им чего? Правильно, денег. Произошла фиксация, так называемая. Это говорит любой психолог, вам скажет, что это происходит так или иначе. Фиксация может произойти на недостижимой цели, например, хочу летать, хочу стать космонавтом, да, вот, или там, хочу быть маленьким волшебником. Фиксация может произойти на более прозаических вещах. И вот как раз Сташик ищет способы обогащения. Это очень юморно обыграно. Во-первых, Павел, конечно, с улыбкой рассказывает нам эту историю. И за что ему огромное спасибо. Потому что было бы совершенно невыносимо читать о страданиях мальчика, который только-только изобретает очередной гениальный прожект, как обогатиться, и все кончается в очередной раз крахом. Вот. Начинается все с его общения с банкоматом. То есть, ему представляется, что банкомат – это такая волшебная сила, которой мама приносит определенные жертвы, что-то там карточку сует, вот, что-то говорит, какие-то молитвенные слова, обращения, да, и уважаемый банкомат в качестве обратного жеста ответного вежливости выдает эти самые денежки, да. Естественно, Сташик пытается умилостивить банкомат, вот, соответственно, сует туда проездной, вернее, абонемент в бассейн, да. Банкомат, конечно, делает после этого критическая поломка, обратитесь работнику банка, вот. Но Сташик читать еще не умеет, он просто продолжает беседовать с банкоматом, добрые люди пытаются ему помочь, ну, в общем, ребенок на грани того, чтобы разрыдаться, и ему насовали денежек, насовали купюр, значит, в общем, короче, говорят, так он впервые в жизни понял, что такое побираться. Его мама в ужасе, ей стыдно и неловко, но очень внимательно прочитайте текст Беринсевича «Товарищи взрослые», и вы увидите, что он улыбается, то улыбается, подшучивает, но заметьте, он довольно честно показывает нам, как взрослые не в силах объяснить, почему одни вещи делать можно, а другие нет, своим собственным маленьким детям. И вот там в начальной школе закладываются корни тех проблем, которые приведут потом к, не буду вам рассказывать сюжет книги, значит, действительно, иногда некогда, мы очевидно видим, что мама задергана, что она вот как бы занята, что у нее там вот надо вот машину надо припарковать, вот дела надо сделать, работа, заботы, дети, все, это понятно. Но иногда просто, вместо того, чтобы что-то объяснить, делают вот это вот «бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», «Меня посадили на стул, мне начали долго рассказывать, я запомню только отдельные слова». То есть, мы видим эту картину глазами ребенка, до него не доходит, что ему пытаются объяснить, он не понимает, что он здесь такого не сделал. И его следующий гениальный план, допустим, связанный с йогуртами, ну, вы знаете, да, что в магазине, если вы найдете просрочку на полке с истекшим сроком годности, в общем, магазину сладко не придется, это большое нарушение торговых правил и так далее. Вот, соответственно, в магазине есть акция, да, то есть, вы получаете стоимость двух йогуртов, если найдете просроченный. И вот, значит, хорошо, а если взять йогурт, вынести его из магазина, сложно сделать, а потом пронести обратно, это как раз сделать легко, на входе никого не досматривают, вот, когда срок истечет, то ведь можно же его предъявить как просроченный, а если два йогурта, а если четыре йогурта, и когда пошел подсчет, а умножать, Сташик уже научился, и он дошел там до миллиона с чем-то злотых, подсчитывая, сколько нужно йогуртов, вот, а через несколько минут, рассказывает нам повествователь, мы уже искали объявление о продаже поддержанных грузовиков, потому что йогурты они планировали вывозить грузовиками. Это нормально для младшего школьника и дошкольника, да, это нормально, вот, крах, который потерпела эта бизнес-идея, очень смешной и очень веселый, но в целом, возвращаемся к провогу, история Малого и Лысого, это история двух отъявленных негодяев, которые, значит, слава богу, никого не убивают, но вообще, в принципе, с моральными устоями у них очень плохо, потому что, например, их реакцию на бомбу, да, на, возможно, заложенную бомбу, оцените, вот, и при этом заинтересованы не только в материальной прибыли, они воруют автомобили, вот с этого начинается завязка, к чему они здесь, как будет продолжаться их история, я вам рассказывать, конечно, не буду, вы прочитаете повесть и всё поймёте, да, но вот смотрите, когда мы читаем о таких взрослых, как бы спокойно и простыми словами не рассказывал нам историю автор, да, нам всё равно становится не вовка, потому что это и есть социальное зло, вот такое, оно не демоническое, оно не злодейское, такое вот гениальное, вот он там какие-то коварные планы придёт, нет, оно достаточно тупое, действует в рамках, нашло уазейку, значит, в социуме, да, дырочку не зацементированную, вот, и, значит, там со своим эвакуатором пристроилось, я уж вам, ну, я только проук раскрываю, поэтому не волнуйтесь, это содержание буквально первых нескольких страничек повести, и вот, как же это неловко читать, о том, как это нелепо выглядит, потому что, ну, действительно, это люди, которые не нашли себе места в жизни, и ничем другим заниматься не умеют, и не хотят, они думают, что они такие хитрые, и такие молодцы, а на самом деле, эти самые что ни на есть дурачки, потому что человек, который не нашёл себе места в жизни, и подходящей профессии, не самореализовался хоть как-нибудь, этот человек будет несчастен, даже если он заработает много денег, вот, или украдёт, и это очень простая вещь, и посмотрите, как талантливый автор нам это показывает, не рассказывает простыми словами, как я злоупотребляю вашим вниманием и временем, да, а показывает так, чтобы юный читатель, прочитав это, убедился, как говорится, на опыте знакомых ему уже теперь литературных героев. Вот такие деньги, денежки, денежищи. Кончится всё хорошо, но, увы, сальдо взлотых, которое предваряет каждую главу, оно, в общем, будет нелицеприятным. Тут уж ничего не поделаешь. Зато будут извлечены очень важные уроки, очень полезные, что, как говорится, чтения. Спасибо за внимание.